Так, ну что, всем привет! Соответственно, записываю видос по поводу того, что у нас падает рынок криптовалют, куда он падает, ну и, соответственно, почему на данном этапе у нас произошло падение. Ну, опять же таки, какая истинная причина падения у нас неизвестна. На данном этапе у нас доминация, кстати, отстаивается в районе 41%, то есть биток активно скупают на текущих рамках, да, то есть я предупреждал, что в плане того, что мы закрепили за 43 тысячи и пошли активно тестировать практически, ну, на ретест пошли за 45 тысяч. Это не значит, что нас не могут пролить сегодня и, в принципе, ничего тут удивительного нету, что мы упали на те же 10%, сейчас у нас уже где-то процентов 70 движение этого, ну, вернее, процентов 30. Процентов 30 этого движения вниз выкупили. Опять же таки, у нас здесь падение до 40 тысяч не произошло. Очень полезный информативный канал по крипте это криптогуру. На данном канале освещаются наиболее важные экономические новости, на основе которых можно торговать криптой и неплохо зарабатывать. Также на канале криптогуру проводится розыгрыш в каждом ролике на 600 долларов в эфире. Три выигрышных места по 200 долларов на каждого. Настоятельно рекомендую поставить видео на паузу и подписаться прямо сейчас на канал. Ссылка на канал в описании под роликом. Крепление то же самое. Вот. А по поводу всего остального, по поводу ситуации в целом. Я в целом не парюсь, потому что переживать по поводу вот этих мимолетных колебаний просто, ребят, ну, из каждого падения одно и то же. То есть, многие просто чего ждут? Они ждут, что будет такая ситуация, как была у нас в июле месяце, да, или когда там она была, в августе, да, в основном. То есть, у нас с августа месяца здесь, ну, с конца июля, весь август практически там у нас шел рост. То есть, все ждут такого. И причем, если происходят вот такие вот мимолетные откаты, они ждут чего? Они такие, ооо, все, рост закончился. И вот это каждый раз, вот эта ахинея, и что в комментариях там не только у меня, там и других блогеров, там и так далее. Хотя я особо ни за кем не слежу, но бывает, захожу почитать чисто радиовала комменты и просто охреневаю с тупостью людей, которые пишут там, что мы упали там на 5-10% и они такие, ооо, все, медвежий тренд. Как бы все, рынок сейчас обвалится и так далее. Ну, одно и то же нытье, я не знаю, что тут вообще сидеть, тянуть. Ну, сразу видно, люди, которые зарабатывают хорошие деньги, ну, такие сразу предприниматели, да, там и так далее, бизнесмены, либо там на каких-то руководящих должностях, либо там при хорошей зарплате, вот сразу видно таких в комментах. Ну, я, конечно же, стебусь. Естественно, такие люди либо ничего не пишут в комментах, либо напишут что-то позитивное, либо, соответственно, просто хотя бы лайкнут, да и все. Вот. Либо просто будут ожидать, и если они понимают, что они в какой-то момент, может быть, ошиблись, закупились там не по той цене, они просто переждут этот момент, да и все. Но они не будут ныть, они не будут жаловаться, они не будут тем более там что-то писать, какой-то негатив в комментах, потому что это попросту, ну, во-первых, это трата времени впустую. А во-вторых, ну, то есть те, кто комментирует, вот тут сразу человек, то, что он пишет, тот сразу выдает, сколько он зарабатывает, то есть, какое у него мышление и так далее. То есть, потому что, потому что человек пишет в комментах, очень легко определить приблизительно его уровень дохода, его образ мышления и так далее. Потому что с таким образом мышления, когда, особенно я вот записывал видос по поводу того, почему крипта не для тебя, можете отдельный видос на канале, я не буду тут повторяться, но вкратце скажу, что люди не берут на себя ответственность, вот и все. Вот. Поэтому такие дела. По поводу ринга на данном этапе, что я жду? Если закрепляемся за 40 тысяч, ну, опять же таки, я говорил, это будет самый печальный сценарий, потому что, ну, это затянется до нового года, как минимум, вот эти перехаи, то есть, это опять провалится, это все вниз, альта польется еще ниже, то есть, и, соответственно, вот эта возня здесь, там, в 30-40, может быть, даже попытаются провалить, там, на те же 27 тысяч, потом это выкупить и потом только повезти наверх. Поэтому, ну, если они все это затянут, ну, это месяц-два, это как минимум. Поэтому будьте готовы к такому повороту событий по поводу альты и битка в целом. Вот. Потому что, ну, сейчас у нас 99% альты, естественно, найдет за битком, за исключением, там, пары монет, ну, вот, как там, монета село, да, продолжает перить. Вот. Хотя я по ней фиксировался вот здесь, на вот этом пампе. Вот. Она сейчас, там, 50% отсюда дала, но кто держит ее в долгосрок, в принципе, окей. Вот. По TVT я, кстати, присматривался по нему, я по нему не торопился докупаться и не давал рекомендацию в закрытом клубе, в том числе. Почему? Потому что я, в принципе, предполагал, что может быть еще пролив, это первое. Ну, а второе, закупаться по нему, ну, всего лишь в откате на 20-30%, но это как-то смешно. Я все-таки подождал бы хотя бы отката за 87 центов, ну, или хотя бы к данным отметкам, то есть это уже будет порядка, там, 40% тогда уже плюс-минус можно начинать его добирать. Вот. А на текущем падении я пока что в покупки не лезу, вам тоже не рекомендую. Когда закончится падение, до хрена его знает, честно. Вот. Поэтому посмотрим. Сейчас, естественно, тоже они пронесли это все по стопам, многие думали, что мы восстанавливаемся, ну, и, как вы видите, опять сделали ликвидации. Давайте же зайдем на сайт ByBT. Вот. В принципе, вы можете зайти, это сами все посмотрите. Заходим на сайт ByBT, Total Liquidations. За, получается, 24-е число у нас сегодня, смотрим, за 23-е у нас было, получается, 304 миллиона. Вот. Больше всего у нас было 21-го сентября. Давайте глянем, как раз вот у нас 20-го, 21-го, давайте 20-го глядем, где интересы. Вот. У нас 19-е, 20-е у нас было 611, стоит вообще 1,15 миллиарда, да. Вот. Ну и, соответственно, 24-го числа у нас 6,46 миллионов. Вот. Лангов и 6,95 шертов. Вот. Поэтому такие ликвидации. Если по поводу остальных монет можете, в принципе, посмотреть, тут все это расписано. Ну, короче, я ссылку оставлю, можете сами все это лицезрить. По поводу того, если заходим за 40 тысяч, я уже сказал, 1-2 месяца это минимум, что нас ждет ожиданий по тем же альтам. Могут ли стрелять отдельно взятые альты такие, ну, допустим, как Луна, сильнее рынка на данном этапе там Солана. То есть, как они стреляли, да, вне зависимости от того. Понятное дело, тогда рынок тоже попер, но, скажем так, даже несмотря на то, что биток там уходил в коррекцию, та же Солана перла дальше, тот же Авакс перла дальше там и остальные монеты. Вот. Я, в принципе, это вполне допускаю, поэтому учитывайте, что мы продолжаем закупаться по определенным монетам в закрытом клубе. Вот. На проливах и, соответственно, будем ждать по ним роста. Кто хочет заработать вместе с нами, можете писать мне в личку и так далее. Вот. Ну, кто хочет работать самостоятельно и кто считает, что я не шаю в рынке, окей, хорошо. В принципе, ну, значит, мой канал попросту не для вас, да и все. Можете поискать, да и вы, канал, либо разбираться самостоятельно. Поэтому не парьтесь. Просто сидим в ожидании, окей, ну, валится, хорошо, еще докупимся на свободный фиат, у кого он есть. У кого нету, ну, окей, хорошо, ждем восстановления, да и все. Поэтому, ну, а фиксировать минус, ну, какой в этом смысл? Никакого абсолютно. Поэтому ждем, не паримся и, ребят, позитивный настрой. Я, вы наверняка слышите сейчас по моему голосу, я вообще абсолютно спокоен, потому что я уверен, что биток пойдет на перехай и будет продолжение альтсезона. Просто нужно, ну, иметь выдержку и терпение. Да, мне тоже неприятно сидеть и ждать. Ну, а что делать? То есть, ну, как бы, если бы я был владельцем крупного капитала, понятное дело, я, может быть, так долго это не затягивал. Но, если они потом сделают рост, который мы не ожидаем, да, который будет, мы получим сверхприбыль, это, наоборот, будет даже отлично, что мы подождали там лишний месяц-два, может быть, дольше, да, но получили прибыль, я не знаю, в 2-3 раза больше, чем мы ожидаем, да, по альтам там и, или там, может быть, даже больше, или там по битку, вот, хотя биток лучше в долгосрок рассматривать. Ну, вот по альте, да, чем, к примеру, получим, начнем мороз сейчас, но заработаем какую-то меньшую прибыль, поэтому это, наоборот, даже будет в какой-то степени в плюс. Вот, ну, а как будет на самом деле, узнаем уже в ближайшем времени, поэтому всем удачи и всем пока. Информативный и полезный канал, где освещаются наиболее важные экономические новости, что влияют на цену крипты, это Криптогуру. Ссылка на канал в описании под роликом.